Избирком продолжает обучение для организаторов предстоящих выборов. Очередной семинар-практикум посвятили деятельности участковой избирательной комиссии в дни голосования. Главная задача на выборах – сохранность бюллетеней, неприкосновенность воли изъявления. Как хранить бюллетенем, разбирали на семинаре. Внимание, сейф-пакет вскрыт. Сейф-пакет вскрыт на низких местах. Сразу в любой лицо можно увидеть, что несанкциональный доступ к избирательной документации произведет. Избирательными комиссиями будут применяться специальные сейф-пакеты, в которые после каждого дня голосования в присутствии наблюдателей будут помещаться бюллетени с волеизъявлением граждан. Далее сейф-пакеты запечатываются каждому пакету, прилагается акт, в котором фиксируется число проголосовавших. Затем сейф-пакеты перемещаются в металлические ящики и берутся под круглосуточную охрану видеофиксирующих устройств. Пакеты с бюллетенями будут вскрыты уже в единый день голосования 19 сентября при подсчете голосов после закрытия всех избирательных участков. В этом году в связи с известными событиями, связанными с пандемией и с необходимостью обеспечить меньшее количество людей в одном и то же месте в одно и то же время, Центр избирком принял решение о проведении голосования в течение трех дней. Процедура голосования в этом смысле немножко отличается от процедуры голосования в течение одного дня. Для обеспечения легитимного процесса голосования на сентябрьских выборах готовится пул общественных наблюдателей. В процессе голосования будет задействовано около 8,5 тысяч членов избирательных комиссий. Все они сейчас проходят обучение. Новые знания председателя избиркомов получат с учетом специфики текущих избирательных кампаний и актуальных изменений законодательства. И сейчас вот у нас семинар-практикум, то есть вот каждый из председателей ТИК вместе с нами, как вы понимаете, что называется, трогаем все это руками. Но это не последнее занятие, у нас еще до дня голосования больше месяца, я думаю, что мы еще не один раз будем встречаться. Стараемся и в этот раз сделать так, чтобы нашим и избирателям, и представителям политических партий, и кандидатам было все понятно, что мы делаем, как мы делаем и зачем мы делаем. Всего в Ульяновской области будет организовано 972 постоянных избирательных участка, а также 6 временных в лечебных учреждениях и войсковой части. Все места для голосования в течение трех дней будут работать с 8 утра до 8 вечера.